Не лезь, дебил, сука, и наобъек, дебил, 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 тебя сожрёт, дебил, нахуй ты... Привет, зритель, и сегодня мы продолжим рассказ про Assassin's Creed Revelation. Если ты не смотрел первую часть, то бегом смотреть. Также можешь посмотреть видео по другим частям ассасинов, они уже давно есть на канале. Ну а вы на канале Брэна, с вами Брэн, приятного просмотра. Мы встречаемся с Юсуфом, который сообщает, что византийцы организовывают нападение на семью султана. Если они нанесут удар, то сегодня и на устроенном принцем вечере. И наша задача в данный момент раздобыть костюмы министрелей, чтобы пойти на праздник незамеченным. Всё больше и больше мы получаем настоящий Codename 47 Experience. С аравой ассасинских падаванов мы бежим по крышам вместо сбора всех певцов ртом и на лютни игрунов. Без жалости вырубаем лютнистов и переносим их телеца в укромные места, чтобы в дальнейшем снять их одежду и лишить девственности грифом лютни. Переодевшись, мы двигаемся во дворец. Сейчас мы вооружены только лишь лютней, а потому сами мы нейтрализовать цели не можем. Но мы можем умело отвлекать внимание толпы, чтобы наши коллеги выполняли грязную работу. Я пою по-итальянски, и меня вам не понять. Греческих я слов не знаю, а турецких знаю пять. После аннигиляции двух целей мы проходим дальше. И Юсуф знакомит нас с семьёй султана подробнее. Один из них Сулейман, внук султана. Тот самый молодой человек, с которым мы пришли в город на корабле. Второй Ахмед, сын султана и главный претендент на трон. Тем временем, мы продолжаем петь песенки и защищать Сулеймана. Одет я словно клоун, врачусь и пою. А всех врагов своих сейчас беспечно я плюю. Ну и как бы мы ни старались, говно летит на вентилятор и забрызгивает всех. Юсуфа, Этсо, Сулеймана, Янычар. И прыжком гепардом мы спасаем Сулеймана от убийцы. И закалываем его грифом от лютни. А Сулейман просит нас о встрече, на которой мы обсудим, что делать дальше. Рад видеть тебя снова, mio bel menestrello. Я правильно сказал? Вполне. Я слышал, вы еще и правитель. Чем же вы не занимаетесь? Разговорами с незнакомцами. Принц Сулейман. Этсо, аудитория. Принц, вы ранены? Кто твой командир, солдат? Тарик Барлетти. Он отлучился по делу. Уберите труп, проводите гостей. Потом вызовите Тарика ко двору. Да, мой принц. Тарик Барлетти, капитан Янычаров. Личной гвардии султана. То есть семью султана они не охраняют? Как видишь, не слишком хорошо. Этсо, у тебя есть минутка? Хочу услышать твое мнение. Да, только переоденусь сначала. Газел, как будешь готов, подходи. Сулейман подсказывает нам лазейки, благодаря которым мы подслушиваем разговор капитана Янычар Тарика с Ахметом. Племянник прав, Тарик. Вопиющая халатность. На грани измены. А уж то, что ваших Янычаров превзошел итальянский лютнист. Абсурд. Непростительная ошибка, Эфенди. Я сам проведу расследование. Расследование проведу я, Тарик. По вполне очевидным причинам. Эбет, шезадем. Вы мудры, как и ваш отец. И не менее строг. Дядя, я так рад, что вы в порядке. Взаимно, Сулейман. Да хранит тебя Аллах. Тарик Бэй, пару слов. В чем была цель этого нападения? Выставить меня слабаком? Плохим правителем? Если к этому приложили руку вы, Тарик, это большая ошибка. Отец выбрал будущим султаном меня, а не брата. Ахмед. Я даже помыслить не могу о той мерзости, в которой вы меня обвиняете. Отчего янычары с таким презрением относятся ко мне? Что сделал для вас мой брат, чего не сделал я? Откровенно. Конечно. Вы слабы, Ахмед. Суетливы в мирное время и нерешительны на войне. Вам чужды священные традиции Гази, а среди неверных вы распинаетесь о братстве. Хм, из вас вышел бы хороший философ, Ахмед, но султаном вы будете некудышным. Ступайте, Тарик. Ну и дельного мы ничего не узнаем, а Сулейман предлагает нам понаблюдать за Тариком и его людьми, когда они будут на базаре. Но этим мы займемся позже. А сейчас нам надо навестить Софию, которая чилит на пристани. Но вдруг откуда ни возьмись, в Софию хочет вставить пись наш старый знакомый Дуччо. Но на этот раз он сливается, даже особо не огрызаясь. Он пристает к вам, София? Простите, мессер, но мы с этой Донной? А? Иль дьявола Инпельсона! Назад! Дуччо. Ну здравствуй. Бегите, Буанадона! Бегите прочь! Кто это был? Он Канэ. Он когда-то был помолвлен с моей сестрой. И чем закончилось? В Девокацию сватался еще к шести. Видимо, он еще не оправился от того ультра-насилия, что мы устроили ему в прошлых частях. Кстати, позже его можно будет найти и... Убийца! Убийца! Я вот это! А София ждет посылку Салика. Но там что-то не так с бумагами, и посылку она вряд ли получит. Эцио же решает помочь Мадам в беде. И просто стыбрить груз с корабля. Возвращаем посылку Софии, и в ней находится карта, на которой изобразили новый свет. А то есть, землю эльфов и единорогов. Ну, по крайней мере, до того, как туда приплыли англичане и не эволюционировали в американцев. После мы направляемся на поиски книги, которую заныкал Никола Поло. Книги эти раскрывают место нахождения ключей. И конкретно сейчас мы отправляемся в Галатскую башню, в которой нам нужно будет преодолеть тернистый путь по древнему подземному городу, в котором мы испытываем Лара Крофт Экспириенс. Вот и докажите мне потом, что дворфов не существует. А кто, по-вашему, эти города построил? Мы добываем ключ и смотрим за житием Альтаира уже после концовки первой части. Альтаир стоит над телом Аль-Муалима. Он хочет сжечь тело, чтобы наверняка убедиться, что со стариком покончено. Прямо как внук, который получил в наследство двушку в центре. По дороге мы встречаем Аббаса, который явно настроен против нас. Аббас скидывает нас к разъяренной толпе, а сам присваивает яблоко Эдема. Но так как кукишки у Аббаса размером с фисташку, яблоко начинает его нагибать. А заодно и всех вокруг. И Альтаир останавливает яблоко, взяв его под контроль. После Эдсо по совету Сулеймана двигает свои батоны на базар, дабы выцепить Тарика. Там он встречает торговца, который с радостью сливает инфу про него. Так как его люди отобрали у него импортные товары, которыми он банчил. У тебя удачный день. Да я ничего не продал. Янычары отобрали у меня почти все товары. За то, что они привозные. Прямо как в Совет Раша. Следим за Тариком, так чтобы нас не спалили. Пользуемся бомбами и толпами для укрытий. В итоге застаем его за разговором с одним из янычар. У Тарика назначена встреча с неким Мануилом. Что нового? Мануил согласился на встречу, Тарик. Он ждет у ворот Арсенала. Не хочет упускать выгоду, а? Идем. Идем на место встречи и видим Тарика в компании с Жирничем, которого и зовут Мануил. Они обсуждают передачу какого-то груза в обмен на золотые шекели. Ты осторожен, Мануил? А то. Доверяй, но проверяй. Все в порядке, Тарик? До монетки. Что дальше? Теперь я пущу тебя в арсенал. Когда ты закончишь осмотр, я велю доставить груз в удобное для тебя место. Путь может оказаться долгим. Это ничего. Поликола. В течение недели я составлю для тебя карту. Ну а Юсуф уже докладывает нам, что в арсенал пронесли груз оружия. Надо бы глянуть, но... Ты не попадешь туда. Разве что, если перебьешь Янычаров. Тебя предупредили дважды. Не торговать у стены арсенала. Убрать это. Лицемеры! Если бы ваши не покупали у меня, я бы и не продавал. Вы еще хуже византийцев. Предатели! Поговори у меня тут! Даже в мирное время беднякам постоянно достается. Но если поднять их на борьбу, это может сыграть нам на руку. Но просто так в арсенал не попасть. И Эцио решает устроить бунт, чтобы отвлечь Янычар. И под шумок пробраться в защищенное место. Подкупаем глашатаев и устраиваем свою маленькую революцию. И пока плебеи ломают ворота, мы ломаем жопы Янычар, защищая плебеев. В конце концов, двери сносят. И мы проникаем в арсенал и находим склад оружия. А на складе мы видим Жирнича и таинственного мужика в маске, с которым, я чую, мы еще встретимся. Когда влияние палеологов будет восстановлено, не забудь, кто помогал тебе в этом. Ну что ты, друг? Я никогда бы не предал такого влиятельного человека. Но нужно запастись терпением. Новый рим не сразу строился. Все в порядке. Мне пора на корабль. Если груз будет поврежден, денег не получите. Мерда. Выбираемся из арсенала и направляемся в гости к Софии. Отдаем ей книгу, которую мы нашли в тайнике Никола Пола. А она нам новые координаты тайника. Но помимо этого, Софушка в беде. У нее какие-то мерзкие воры слямзили портрет, который ей довольно-таки дорог. София, что здесь произошло? Пару раз в год такое случается. Люди вламываются в лавку, чтобы поживиться. Я не держу здесь ценного. Но на этот раз лишилась дорогого мне портрета. Жаль. Не беспокойтесь. Я найду ваш портрет. Этсо, вор уже, наверное, далеко. Если он пришел за деньгами, но взял портрет, значит он сейчас пытается его продать. Но, если вы найдете его в ближайшие часы, я буду неподалеку от Экведука. У меня там дела. И Этсо был бы не Этсо, если бы он не помог ей. Такой вот он. На базаре находим вора и выясняем, куда он дел портрет. А он его уже успел продать местному торгашу. И я хотел бы выкрасть его, но, увы, я у вас альтернативно одаренный. А потому я просто нокаутирую торговца, не заметив, что портрет все это время был на полке. Возвращаем трофей владелицы и узнаем побольше бэкграунда Софии. По-моему, очень похоже. Правда? Оригинал лучше. Буфоне. Отец подарил мне его на 28 лет. Я неделю позировала мессеру Альбрехту Дюреру. Представляете? Целую неделю сидела, ничего не делая. Ужас какой. Уна тортура. Итак, я нашла место, где спрятана вторая книга. Кстати, это недалеко. Также получаем координаты книги. Идем на место и, забрав книгу, узнаем местоположение очередного ключа Массиафа. На этот раз мы спускаемся в канализацию города, в которой, помимо войни говн, присутствует войн тамплиеров. Далее, из-за косорукости Эцио, нас ждет долгая погоня за лодкой тамплиеров. И погоня довольно эпичная, хоть и рельсовая. Ну а в конце нас ждет падение с водопада и финальная битва с дебичами. И я забиваю их их же колотушкой, которой они делают себе пюрешку. Забираем ключ и идем смотреть, что там на него записал Аль Таир. А записал он не самый приятный момент в своей жизни. Темплиеры вернули свой архив на Кипре. Аббас не прислал подкрепления. Все погибли. О боже. Мария, когда мы покинули Мося в 10 лет назад, орден был силен. Но все пошло прахом. Аббас ответит за это. Перед кем? Теперь только он командует ассасинами. Не разжигай в себе жажду мести, Аль Таир. Скажи правду и тебя услышат. Он коснил нашего младшего сына. Он заслужил смерть. Возможно. Но вернув себе власть в ордене неправедным путем, ты уподобишься ему. Ты права. 30 лет назад я уже дал страсти взять вверх над разумом. И жалею об этом до сих пор. Аль Таир в компании со своей женой Марией идет на встречу с Аббасом, который сейчас возглавляет ассасинов в Массиафе. Аббас, который казнил младшего сына Аль Таира, откроет ему правду в обмен на яблоко Эдема. И Аль Таир даже соглашается, но все портит шавка Аббаса, который прекрасно знает, что за человек перед ним и на что он способен. Но он делает это. Хорошо, Аббас. Возьми. Что? Перед казнью твоего сына я сказал ему, что это твой приказ. Он умер, думая, что ты предал его. Аль Таир! Аль Таир! Нет! Нет! Из-за этого гибнет Мария. Мы бежим из Массиафа и встречаем старшего сына, который будет помогать нам в побеге. Они что, свихнулись? Пора идти. Яблоко не должно попасть в руки Аббаса. Если тебе нужны ножи, бери. Это Аббас убил моего брата. Яблоко будет моим, Аль Таир! И твоя голова! За то, что ты опозорил мою семью! Ты не сможешь скрыться! Нет нас! Нет своей лжи! Мария! Любовь моя! И на этом вторая часть рассказа про что был Assassin's Creed Revelation подходит к концу. Если тебе понравилось, то подпишись, поставь лайк и напиши что-нибудь в комментариях. Мне это очень сильно поможет. Еще раз спасибо за просмотр. Всего доброго и увидимся на этом канале.